Такого подарка на день рождения еще не получал. Делится эмоциями Максим Соколов, выпускник Самарского лицея авиационного профиля. Максим получает из рук губернатора Самарской области золотую медаль за успехи в учении. С будущей профессией юноша давно определился и поступать будет в один из 15 лучших вузов страны в Самарский аэрокосмический. Больше всего я склоняюсь именно к СГАУ, потому что хочу связать свою жизнь с космосом. С детства мечтал проектировать космические корабли. Думаю, СГАУ это будет лучший для меня вариант. Знаменательное событие в жизни 631 самарского выпускника. Все они круглые отличники, а теперь еще и золотые медалисты. Для кого-то это первая серьезная награда в жизни, а кто-то уже не раз становился победителями предметных олимпиад, спортивных соревнований, творческих конкурсов. Это уже, как в России, очень большое достижение. Это во многом определить и дальнейший жизненный путь, и во многом определить судьбу человека. Золотые медалисты – это золотой фон в стране. Золотой фон. Золотой фон в Самарской области, в городе Самары. Вы. И это, по большому счету, общее наше богатство. Поэтому вам всем огромное спасибо за ваш труд. Успех молодых самарцев – это и огромная заслуга их учителей и родителей, отметил глава региона. Отличница Ирина Васимазова, будущий химик-технолог, которая, к слову, тоже родной Самары покидать не собирается и поступать будет в политех, уверяет, если бы не мамина поддержка, вряд ли бы поднялась на эту сцену. Я думаю, что это заслуга мамы. Она очень много помогала, старалась, подбадривала меня. У этих ребят есть и талант, и трудолюбие. Именно им предстоит развивать производственную и научную сферы в регионе и в стране. Именно производственные и технические специальности все больше востребованы у абитуриентов. У золотых медалистов проблем с поступлением в ВУЗы точно не возникнет. Большинство отличников для дальнейшей учебы выбрали Самарский регион. Марина Кравцова, Алексей Золотенков. События.